Дорогие друзья, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» вы нас можете не только услышать на волне республиканского радио, но и увидеть на канале НВК. У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссёры сегодня Мария Новгородова, Айдын Слепцов, а в нашей студии гости заведующей кафедрой пропедевтики детских болезней Медицинского института Северо-Восточного университета, кандидат медицинских наук Сардана Маркова. Сардана Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы нашли время сегодня прийти в нашу студию. Я знаю, что у вас сейчас насыщенный график. Осень, учёба и много всяких дел вообще в наше неспокойное пандемийное время. И тема нашего разговора сегодня с учётом вашей профессиональной занятости мы будем говорить о детских заболеваниях, инфекционных, вирусных, о профилактике, о лечении и о том, как тем, кто здоров, сохранить своё здоровье. И взрослым, и детям, наверное, об этом тоже поговорим. А тем, кто, к сожалению, заболел, как побыстрее выздороветь. Ну вот, наверное, начну с такого вопроса. Какие вот общие рекомендации существуют и для взрослых, и для детей? Острореспираторная вирусная инфекция – это повсеместно распространённая инфекция. Мы знаем, что нет ни одного человека, который бы не болел острореспираторной вирусной инфекцией. И, конечно же, поднимается подъём именно уровня болезни заболевания ОРВИ как раз приходится на осень. Начиная вот конец сентября, октябрь, ноябрь ещё захватывает у нас. Ну, когда очень сильные холода, вот немножко тогда спадает. Конечно же, беречься надо, это мы всегда говорим, вакцинацию против гриппа, потому что к респираторным заболеваниям грипп стоит на первом месте, но сейчас уже как бы на втором месте после новой коронавирусной инфекции. Так, конечно же, разобщение, если больных людей, да, если больной человек, он должен находиться дома, а не ходить на работу, заражать других. Ношение масок в общественных местах, мытьё рук, это как профилактика вирусных инфекций. Ну и также, конечно, повышение иммунитета своего, витаминизация, хорошее питание, соблюдать распорядок дня, это вот всё входит как бы в профилактику респираторных заболений. Вообще состояние здоровья человека. Мы с вами в августе или в конце августа, или в начале сентября встречались, я уже запамятовала, был у нас эфир, в котором вы прямо вот как предсказатели рассказали о том, что эта осень будет действительно очень жёсткой в плане заболеваемости. И я на своём опыте увидела, у меня, к сожалению, заболела мама коронавирусом, и вы сказали, что ревакцинация нужна, тогда для меня это было такой новостью, я даже думала, ну, я как-нибудь так на той прививке проеду, а оказывается, действительно нужна, потому что я сдала на антитела, увидела, что у меня понижение именно после шести месяцев антител, сделала ревакцинацию, и я это сделала ещё и потому, что я поняла, что вот вакцина меня защитила, потому что я была в близком контакте с мамой, когда она заболела, и я не заразилась, она ещё не знала, что она заболела коронавирусом, и я не заразилась благодаря прививке. Да, это есть. Да, и я просто сейчас обеими руками за, потому что, ну, как ещё, если вот у меня такой опыт, да, и сейчас ещё всё равно находятся люди, да, которые всё-таки сомневаются в эффективности прививки, они считают, что если, в принципе, они будут какие-то витамины употреблять, да, там где-то, может быть, как-то меньше контактировать с людьми, а кто-то даже и не боится контактов, считает, что если у него хороший иммунитет, то ничего не страшно, вот. И вопросы я собирала в соцсетях, вот перед нашим эфиром, люди спрашивают, насколько действительно вот витамины могут защитить человека, взрослого человека и ребёнка, вот от и гриппа, от ОРВИ и от коронавируса, какие там должны быть компоненты, и насколько это как профилактика хорошо, или всё-таки, кроме вакцины, на сегодня нет никакой лучшей защиты? Я так считаю лично сама, но, возможно, вы как специалист меня поправите. И опять же, вакцина только для взрослых, дети у нас остаются пока непривитыми. Есть ли какие-то прогнозы? Ну, во-первых, скажу, специфическая профилактика – это, конечно, только вакцинация. Только она может спасти от заболевания. А то, что витаминизация – это даже не предупреждение, это не профилактика, это чтобы здоровье человека, организм был приспособлен, иммунитет чтобы отвечал. Поэтому сказать, что витаминизируемся и профилактируемся – это неправильно. профилактика – это когда мы разобщаем больных от здоровых, это когда в санитарно-эпидемические дистанции соблюдаем, полтора метра ношения масок – это профилактика, считается. А витаминизация – это для того, чтобы иммунитет поддержать. Ну, конечно же, нужно, это участвуют витамины, чтобы у нас хорошо работал организм в целом. Это сейчас предпочтение отдаётся витамину D, сейчас многим назначают, и назначается и детям, и взрослым, пожилым людям тоже необходимо принимать витамин D. Потому что сейчас уже исследовали действие витамина D, как он работает на организм. Это также, чтобы иммунную систему поддержать для этой цели, также и для обменных процессов. Насчёт вакцинации детей. Пока мы не вакцинируем детей, но готовится прививка, где будут прививать детей с 12 лет, подростков. Потому что всё-таки подростки больше тесно общаются друг с другом, да, как говорится, тусят, то могут заразить друг друга. Поэтому, ну, пока ещё нету, мы ожидаем её, ждём. Где-то, я так думаю, что ноябрь-декабрь, наверное, будут. Я заметила с собой, что я шарахаю из подростков, потому что я точно знаю, что они не привиты. Я стараюсь, когда в автобусе там. И они, в основном, я замечаю, ездят без масок. Да. Ну, это такой возраст, да, сами все себя помним, да, такие... Противоречат всему, да, поэтому... Да, противостояние, противоречие, действительно, максимализм этот юношеский. Вот, ну, я вот за собой заметила, что, конечно, вот эта пандемия, она усложняет вообще жизнь и восприятие людей. Хочется подальше как-то держаться от тех, кто без масок. И в автобусе, я вот сейчас замечаю, езжу, пользуюсь общественным транспортом, ну, на весь автобус, если он полностью забит, ну, хорошо, если треть автобуса в масках. Люди в основном ездят без маски, хотя объявления везде висят. Да. Почему, вот как вы думаете, у нас вот так вот всё как-то на авусе пока не коснётся? Ну, во-первых, безответственность людей всё-таки на первом месте, наверное. Они нисколько за себя ответственность не несут, но и за других тоже, да. То есть они могут быть больными в бессимптомной форме, они могут, то есть без клиники никакой, а уже заразные могут заражать. Ну, и они должны прежде всего ответственно быть перед собой, чтобы самому не заболеть, не заразиться. Вот этого, видимо, они не понимают. А вообще, конечно, масочный режим он везде должен быть, ну, требуется. Ну, и правильное ношение масок, во-первых, это не на подбородке и не только рот закрывать. И также не носить одну маску в течение там всего периода. То есть одноразовые маски предназначены только продолжительность на 2 часа. Значит, если больше, то уже как бы... Останавливается счёт. Да. И возможно, что люди... Она устрепалась, это же тоже финансы, чтобы купить. Ну, я так думаю, да. Если есть тряпичные, то это надо стирать. Это на дню несколько масок должно быть. Значит, они 8 часов находятся, значит, у них 4 маски минимум должно быть на работе, да, скажем так. Вот у нас сегодня тема детское здоровье. Но дети, естественно, они копируют взрослых. Они повторяют за нами. И о каком тогда может идти речь в детском здоровье, да, если у нас взрослые люди крайне редко зачастую моют руки и носят маски на подбородке, да, там, или вообще их не носят, да. А что тогда говорить о том, что ребёнок, конечно, будет так же поступать, и ему будет сложно уберечь своё здоровье. Да, это уже как воспитание, конечно, с точки зрения... Личного примера. Да, личного примера, воспитательного примера. Конечно, родители должны за этим следить. Но не всегда это удаётся. Ещё вопрос по поводу осложнений. Может быть, если мы будем говорить об осложнениях, которые несут за собой заболевания, вот вирусные, инфекционные, возможно, кого-то это всколыхнёт. Одно из осложнений — это пневмония. Насколько это страшно для ребёнка, который перенёс пневмонию в будущем, и как потом лёгкие восстанавливаются ли. И вот есть пневмония, которая... Ковидная пневмония, да, дети, естественно, сейчас тоже ею болеют, тоже поражаются лёгкие. Насколько потом этот восстановительный процесс долгий, и как потом нужна ли какая-то им ещё дополнительная профилактика? Острая респираторная вирусная инфекция — это причина, этиология, это как бы общее название всех вирусов. Оно, когда прилагается к организму, вот поражение, вот пневмония — это поражение лёгких. Но также, когда у ребёнка насморк, значит, горло першит, болит, то это мы говорим ренит, назофаренгит, то есть диагнозы ставим. Или ангина. Или ангина, острый танзелит мы можем поставить. Также острый ларинготрахеид, острый бронхит — это всё является осложнениями вирусной инфекции. Орвии, то есть, да. А пневмония — это самое тяжёлое осложнение вирусной инфекции, поражение самой ткани лёгкого. Это получается, что в лёгком, когда мы дышим, воздух поступает, кислород поступает, и воздух, который кислород, поступивший через лёгкие, в кровь попадая, переносится на другие органы. То есть это очень важно. Если пневмония, это получается, что лёгкие не справляются с той функцией, которую они должны сделать. И у ребёнка во время пневмонии — это лихорадка высокая, температура выше 38, это может быть одышка, кашель, ну, интоксикационный синдром. Это вот то, что происходит нехватка кислорода, как говорится, из лёгких достаточно поступает, и, конечно, будет страдать ребёнок. Но надо сказать, что детский организм очень приспосабливаемый, адаптивный. Он очень быстро идёт к выздоровлению, правильное лечение, и бесследно всё это исчезает. То есть это когда ребёнок заболел острой пневмонией, а потом это всё проходит. То есть переболел, переболел, в анамнезе можно сказать, а так, что вот именно после пневмонии, что он уже всё больной человек, этого не может быть. То есть ребёнок хорошо выздоравливает, очень благодарный больной, как говорится, после пневмонии полное выздоровление. Наверное, у взрослых не совсем так. Мы поговорим про взрослые, про пневмонию, которая у взрослых. Есть такой вопрос у меня от наших слушателей. И ещё ответим на другие вопросы. После короткой рекламы, которая очень скоро начнётся, слушателям и зрителям я хочу сказать, чтобы вы нас ни в коем случае не теряли. И через пару-тройку минут снова присоединились к нашему разговору и задавали свои вопросы по телефону прямого эфира, который я обязательно вам напомню. Дорогие друзья, мы продолжаем эфир в нашей студии Сардана Маркова. Мы говорим о детских заболеваниях вирусных и инфекционных. И мы поговорили про пневмонию, самое тяжёлое осложнение после вирусных заболеваний. И вы сказали, что у детей при этом случается лихорадка. Похожа ли лихорадка на цитокиновый шторм, который сопутствует ковиду? И дети переносят ли этот шторм, или это только участь взрослого человека? Это зависит от состояния иммунной системы ребёнка. Поэтому, может быть, и при такой обычной пневмонии тоже может быть цитокиновый шторм. То есть это не говорит о том, что именно коронавирусная инфекция вызывает этот цитокиновый шторм. Это ответ организма иммунитета на вирус. Он отвечает по-разному. Поэтому я думаю, что лихорадка и цитокиновый шторм – это разные вещи. Лихорадка – это повышение температуры у детей. Даже, мы говорим, если у взрослых 37-38, то он убитый. Лежит, плохо ему, дискомфортно очень. Дети, в принципе, не так плохо переносят, как взрослые. 37,5-37-38. Для них это, в принципе, неплохая такая температура. Поэтому мы детям, даже когда лихорадка, взбиваем температуру, жаропонижающие таблетки даём или сиропы. Но лекарства – это 38,5 градусов. Мы должны, даже в литературе пишет, до 39 ничего не делать. Только физические методы охлаждения. Это обтирание холодной водой. Это холод на голову, тряпочку положить, чтобы такое было. Физические методы охлаждения. А только после, когда температура выше 38,5, тогда можно давать уже жаропонижающие препараты. Чем грозит цитокиновый шторм людям, которые его перенесли? Это хуже ковид с такими проявлениями? Или это одно и то же с обычным ковидом, и последствия одинаковые? Цитокиновый шторм, конечно, по патофизиологии, оно тяжелее протекает. То есть это параметры крови меняются, значит, одышка появляется, повышенная, скажем, интоксикация. Не буду говорить инфекционно-токсический шок, но ближе к этому. То есть это зависит также от патогенности вируса, массивности его и как отвечает сам организм. Это не у всех же бывает цитокиновый шторм. Это даже у небольшинства человек. Поэтому это ответ организма человека. Ну и, соответственно, последствия, наверное, потяжелее, если ковид с таким штурмом проходит. Это говорит о том, что иммунная система очень сильно отвечает. То есть иммунная система высокая у человека. Да, да. Я узнала, поскольку соприкоснулась близко с темой ковида, что при лечении ковида намеренно понижают иммунитет, потому что при пониженном иммунитете ковид отступает. Он вместе с иммунитетом проходит. И я тогда подумала, а как тогда говорят, что вы поднимаете свой иммунитет, и вы тогда менее уязвимы для ковида. Выходит тогда, если иммунитет низкий, он наоборот тогда не так быстро... Наоборот тоже может быть. Это не зависит от того, что низкий или не низкий, высокий. Это ответ организма идет. Вот один человек, то есть два человека, если взять, у них обоих хороший иммунитет. Они никогда не болели, заболели. У одного очень такая реакция на этот вирус пошла, а у другого даже, может, прошла бессимптомно. То есть его организм уже по-другому ответил на этот вирус. Вот что за такой вот вирус, да, с интеллектом его называют, вирус с интеллектом, из-за которого невозможно угнаться про ковид, что он постоянно мутирует. И даже врачи говорят, что вот уже какие-то, какое-то лечение, какая-то схема лечения, она ослабевает, потому что он вот так вот петляет. И как-то из-за того, что непонятно, это страшно. Да, мутирует вирус. И так же, как и грипп мутирует, да, это просто эволюция вируса такая. То есть и вирус гриппа у нас каждый раз другой, да, бывает. И так же коронавирус тоже так же меняется. Дай Бог здоровья врачам и специалистам, ученым, которые вот сейчас разрабатывают и вакцины, и, надеюсь, и дети скоро будут привиты. Но я за прививки, я за вакцины. Конечно, те, кто антипрививочники, меня сейчас будут бросать ко мне. Но я на своем примере понимаю, что я брала для себя. Я перед эфиром собрала вопросы наших слушателей и зрителей. Кстати, те, кто не успел перед эфиром их задать, давайте прямо сейчас во время эфира 32. Вопросы вот такие. Значит, один из вопросов. Девочка 11 лет плохо спит, долго не может уснуть, засыпает под утро, вставает рано в 8 часов. Как наладить сон и чем ей помочь? Ну, это, скорее всего, воспитательный момент, да. Всем нужно, всей семье, ложиться пораньше спать, и вставать так же рано всем вместе. Скорее всего, копируют родителей, которые долго не отходят ко сну, оставляют, ну, по дому, по хозяйству что-то делают. Поэтому режим дня должен быть изначально. Может быть, еще с летнего периода не восстановила свой режим дня. Может быть, такое. Еще вот есть вопрос. За 11 лет обращения ни разу не брали анализы. Это в детскую поликлинику говорят о том, что сразу назначают лечение. А мы из числа часто болеющих детей. Может, поэтому и болеют чаще, мама спрашивает. Только один раз сдавали по случаю обращение к гастроэнтерологу. Во взрослой поликлинике, например, сразу отправляют на ОК и ОАМ, чтобы поставить диагноз и лечиться ответственно. Ну, это на усмотрение, конечно, того врача, который пришел на вызов или на приеме был. Скорее всего, ну, симптоматика, которую доктор видит, он видит, что это без осложнений протекает. Поэтому лечение назначается сразу. Если бы мы всех отправляли на анализы, то у большинства вначале все равно никаких изменений бы не было. Если там нет осложнений, да. Поэтому, чтобы... Ну, врач сам решает, показано ему это лабораторное исследование или нет. А взрослые чаще всего обращаются по более серьезному случаю. Да, и, конечно же, их направляют, чтобы выставить диагноз обязательно с лабораторными исследованиями. А у детей это можно и по клиническим данным поставить, эти лечения начать. А если было бы что-то серьезное, доктор бы точно направил на... Ну, если ребенок находится на диспансерном учете, как часто болеющий ребенок, конечно, он должен диспансеризацию проходить. И в том числе лабораторные исследования, как общий анализ крови, общий анализ мочи. Это клинический минимум обязательно должен проходить, если он проходит как диспансеризация. Но опять часто болеющие дети тоже считают часто болеющими детьми, которые в год могут здоровые дети болеть шесть раз. Это считается здоровыми? Это здоровые считаются. В квартал один два раза заболеть. Это не страшно. То есть это здоровое ребенок должен так отвечать. Ну, садовского возраста, я скажу. Но чем старше, тем уже меньше будет болеть. Спасибо за комментарий. У нас есть вопрос нашего слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. У меня такой вопрос. Зачем вакцинироваться, если вот каждые шесть месяцев надо вакцинироваться? Ревакцинация через шесть месяцев. Вакцинироваться для того, чтобы защититься, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией. Перейдем еще к нашим вопросам, которые у меня записаны. Как плесень, черная плесень, спрашивают, влияют на дыхательные заболевания? Конечно, это очень плохой предвестник, скажем, аллергических заболеваний. Это может быть аллергеном для того, чтобы дыхательная система будет все время в напряжении. Чтобы поступает этот аллерген, может развиться бронхиальная астма. И дети из таких домов, как часто болеющие дети. То есть респираторная патология очень бывает больше под таком фоне. Конечно, надо это лечить, сделать ремонт, чтобы не было такой плесени. Это очень опасно. Сейчас же много средств, которые убирают плесень. Да, очень убираются. Я знаю, такие народные средства. Это уксусом можно сделать. Сейчас и химические средства. Химические есть препараты, да. Так, еще. Что такое шкала Абгар и зачем она нужна? Шкала Абгар – это оценка состояния новорожденного. Это делают в родильном доме, как только ребенок родился на первой минуте и через 5 минут. Поэтому обычно ставят две циферки. Оценивают это сердцевиение, дыхание, мышечный тонус, реплексы и цвет кожи. И на этом основании каждый пункт оценивается на 2 балла. В сумме это должно быть 10 баллов. Там все хорошо, да. Но состояние новорожденного оценивается именно по шкале Абгар. И удовлетворительное состояние считается от 8 до 10 баллов. Это удовлетворительное состояние. Например, удовлетворительное состояние новорожденного – это 8-9 баллов. На первой минуте 8 и 9 баллов на пятой минуте. Спасибо. У нас есть еще вопрос слушателей или зрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Меня зовут Александр. Да, Александр. Я слышал, что вот ведущий, по-моему, немножко оговорилась, вакцинироваться нужно, чтобы не заболеть коронавирусом. На самом-то деле вакцины же от заражения не помогают как бы. Ну как не помогают? Вот я сижу перед вами живой, премьер, очень помогло мне не заразиться. Именно вакцина помогла. Я была в близком контакте с человеком, который заболел. И была несколько дней в близком контакте, я не заразилась, потому что я была вакцинирована. Я без маски общалась, потому что я не знала, что. И он не знал, этот человек, моя мама. Поэтому... А почему тогда люди вакцинированные заражаются и заболевают, правда, в более легкой форме? Да, вот вы же прекрасно помните, что мы, когда мы от гриппа делали прививку, мы тоже болели. Всякое может случиться. Подстыл где-то, но это был уже не тот уровень болезни, который происходит, когда нет прививки. Ну, я здесь не оговорилась, это лично мое мнение, вы можете быть с ним не согласны. У нас сейчас еще будет реклама, и куча вопросов осталась, а третий блок у нас очень короткий. Ну уж на что успеем, на то ответим. И слушатели и зрители, не теряйте нас. Скоро вернемся в эфир. Дорогие друзья, мы снова в эфире, но уже третий блок на короткое время. В нашей студии гость Сардана Маркова, преподаватель, врач, кандидат медицинских наук. И мы говорили и продолжаем говорить про детские заболевания, вообще про коронавирус. Как раз отличная была перед этим реклама, что вакцина помогает даже тем, кто в ней сомневается. Я думаю, что да, действительно так. Из вопросов мы сейчас, конечно, уже не успеем на многие вопросы ответить, но вот есть один еще тоже по заболеваниям вирусным. Как облегчить состояние малыша-грудничка при насморке и кашле? Это, значит, когда острая вирусная инфекция, это происходит насморк, да, всегда сопельки появляются. И сейчас наше тоже отношение изменилось. Мы не должны закапывать или там перекапывать, да, ребенка. Это нужна элиминация. То есть мы должны сделать туалет носа, прочищать нос, значит, капать аквамарис или аквалор и потом очищать то, что в полости носа. Это называется элиминация вируса. И кашляет ребенок из-за того, что вот эти сопельки затекают ему через носоглотку в ротоглотку, и он начинает кашлять. И поэтому, если мы будем чистить нос грудничкам, ну, вообще всем, да, заболевшим, и тогда, конечно же, будет проходимость дыхательных путей, и насморка не будет, и кашля тоже не будет. Ну, еще время позволяет. Еще один вопрос задам, с вашего позволения. В какую температуру можно гулять с малышами, а в какую не стоит и нос высовывать? Для нас это актуально, потому что у нас летом то сильно жарко, то дымно, а зимой у нас слишком холодно и туманно. Ну, я так думаю, что тоже это индивидуально. Есть дети, которые в морозы гуляют, да, но большинство детей, так как у нас тоже неправильно гуляет, то перекрывает ему шарфиком все лицо в зимнее время, холодное время, и тем самым ребенок тоже дышит уже неочищенным воздухом, да, поэтому... А что, надо без не закрывать? Да, не надо закрывать. А я сама вот так всегда хожу с шарфом, не холодно, если не закрою. Ну, вот это нужно привыкать, то есть это нужно как закаливающую процедуру, вот сейчас гулять, в последующем, чтобы каждый день это дело было, да, прогуливаться. Нос мерзнется, если бишь шарфа очень. Ну, это тоже, наверное, индивидуально так, да, но я так думаю, что при температуре до 30 градусов нужно гулять. Еще хотела спросить про закаливание, кто обливает детей, но уже вряд ли я успею. Может быть, какие-то общие рекомендации нашим слушателям, родителям и детям? Ну, во-первых, это, опять же, я повторюсь, это вакцинация, призываю всех вакцинироваться, и также пожелаю всем детям, родителям, бабушкам, дедушкам, чтобы были все здоровы и чтобы не болели в этот осенний период. Да, период действительно сейчас очень сложный, поэтому, пожалуйста, дорогие родители, берегите себя, во-первых, и личным примером как-то показывайте, как беречь себя своим детям, которые сейчас, к сожалению, у нас не защищены прививкой. А я напомню, что с нами сегодня в студии была Сардана Валерьевна Маркова, заведующая кафедрой проэпидевтики детских болезней Медицинского института Северо-Восточного университета, кандидат медицинских наук. Всем, кто был с нами, спасибо огромное за внимание, всем хорошего окончания дня, уже скоро вечер, и здоровья, крепкого здоровья. И маме моей большого здоровья желаю, чтобы она поскорее поправилась, я очень ее жду и верю в ее победу.